У нас остался крайний вопрос, Александр Игоревич, ограждение на ступеньках и на этом все. А все остальное мы привели в порядок. А ограждение с внутренней стороны не испортит сам вид? Я думаю, мы какую-то часть начнем делать и посмотрим, но люди просят. На самом деле, когда сам поднимаешься, иногда хочется рукой за что-нибудь удержаться, потому что там высота приличная. Поэтому мы начнем, посмотрим. Если там будет не очень, то тогда мы оставим еще как-то есть. Иногда, видимо, надо серьезно подумать. Ну и мы тут старались, особо, знаете, лишних же денег нету, поэтому мы так... Ну, дело даже не в деньгах. Не надо испортить первоначальный вид. Тем более, это все памятник. И все равно мы согласовываем с Минкультом и с авторами. Ну, а что тут не хватает? Тут все в порядке. Здесь же здесь абсолютно не надо. Первое, то, что мы сделали, вот эту верхнюю площадку. Кстати, это гнушковический гранит в Гомельской области. Ступеньки полностью, фактически новое сделали, потому что уже основания не было. Залили бетон и площадку вот здесь несут. Ну, и там, где мы возлагаем цветы. То есть вот эту часть. Да, ну, плитку с полностью ступенью. Вниз плитка. Слушай, площадь большая вокруг пуржана. Вот эта плитка. Я, кстати говоря, не очень вижу. Ну, она стоит. Она нормальная. Зачем ее менять? Ну, что, не надо чистенько, аккуратненько. Не вышибли. Мы еженедельно, вот в летний период здесь проводим всякие мероприятия. Выставки и прочее, прочее. Ну, я уже не говорю про праздники, когда там 3 июля, 9 мая. Здесь народа собираются очень много. Сейчас люди приезжают и в будние дни, и вечером особенно. Поэтому мы уже с этими всеми моментами немножко выстроили мысли по ремонту нижней части пуржана Славы. Ну, и, конечно, наверное, одна из самых важных частей нашей экспозиции – это военная техника. Здесь она была, и профсоюзу помогали. Ну, вот этот паровоз мы привезли со Станькова. Он, помните, стоял возле музея старого Великой Отечественной войны. Он потом стоял в Станьково. Мы его разобрали, привезли назад. На самом деле, вот техника людей, особенно детей, очень привлекает. Еще раз хочу подчеркнуть, вся техника именно времен Великой Отечественной войны. Ну, мы не хотим повторять линию Сталина, чтобы, ну, уже и современную технику, именно то, что было связано с войной. Точка общественного питания, в принципе, потребка операции, там ее подделали. Тоже так в перспективе посмотрим, надо ли там масштабные какие-то ремонты делать. По прошлому году тут 103 тысячи посетило Курган Славы. И я думаю, что в текущем году, понятно, была реконструкция, где-то, может быть, народа было поменьше. Но я думаю, что как минимум в два раза мы этот объем увеличим. Хорошо. Поэтому... Кто у тебя с уборкой? С уборкой, значит, на сегодняшний день 80% мы убрали зерновых. Миллион 408 тысяч – это без рапса. Плюс 315 тысяч на утро рапса намолотили. Итого где-то миллион 720 тысяч у нас убрано. Массовую уборку мы закончим до конца текущей недели. С учетом рапса, я думаю, у нас будет 2 миллиона 100 тысяч тонн. Это без кукурузы. Миллион где-то 780, миллион 800 зерновых. И плюс 315-320 тысяч рапса. Итого где-то миллион 100 без кукурузы. Кукурузы, ну, дай бог, тоже пока все отлично. И я думаю, что где-нибудь 1600 зерна мы кукурузы в этом году получим. То есть, в принципе, как я и вам и докладывал. Ну, а баланс по кормлению... Никаких проблем нету. И поэтому, вы знаете, Александр Ильич, мы даже готовы по зерну, значит, где-то, может быть, в рамках госзаказа за деньги кому-то и подставить плечо по сдаче госзаказа. Поэтому я вам хочу сказать, что в этом году пивоваренный очмень, во-первых, его цена отличная. И поэтому мы тут любыми путями выполняем государственный заказ, потому что сегодня по такой цене это, ну, отличный финансовый результат для наших крестьян. Ну и рапс, конечно. Мы сегодня, мы в этом году, значит, впервые, вот впервые область получила более 300 тысяч рапсов. Мы к этому шли 4 года, и, конечно, мы планку ставим чуть выше. Когда ты закончишь строительство комплекса, переведешь коробку? Ну, как я говорил, мне еще 3 года надо. Ну, за 3 года. 3 года. Ну, я раньше, ну, просто, просто нереально. Ну, дай бог, чтобы за 3. Люди пострадали, часть у тебя, ты уже рекордировал этих? Да, да, да. Полностью пострадал? Да, да, да. Да, вот мы еще раз, буквально вчера... Ни дизель установок, ничего? Нет, значит, у нас дизель установок, ну, как бы, особо и не было. Мы стараемся. Понятно, что у нас не такие масштабы были трагедии, как на Умельчине, но у нас... Но там, где были, порядок навели. Порядок навели, да. Ну, имей в виду, это зона твоя, он тебе помогает только... Все есть. Ну, и потом, ну, это же фишка такая, для профсоюза. То есть, постоянно, все время участвуем, и с Александром Генриховичем... Ну, не участвуем, а он должен участвовать, а это вот ты должен за это отвечать. Хорошо. А он тебе уже помогает, где ты там. Есть. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...